Давайте теперь поговорим еще более подробно про функции денег и про эту самую главную функцию средства обращения. Сколько денег требуется экономике в качестве средства обращения можно посчитать, используя так называемое основное уравнение количественной теории денег. Вот это уравнение перед вами, в нем M от слова money, это необходимое количество денег. T от слова transaction, сделка, это любой акт покупки-продажи, когда кто-то что-то покупает и кто-то кому-то платит деньги. Соответственно, чем больше сделок в нашей экономике происходит, тем больше денег этой экономике необходимо, чтобы все эти сделки обслужить. Дальше, P от слова price, это уровень цен в экономике. Если у нас, предположим, все цены в экономике повысились в два раза, то при проведении любой сделки потребуется в два раза больше денег. И, соответственно, повышение уровня цен приводит к тому, что экономике требуется большая денежная масса. Ну и, наконец, последняя буковка от слова velocity, скорость, скорость обращения. Это, грубо говоря, параметр, сколько сделок одна денежка в экономике в единицу времени может обслужить, допустим, за год. Если наши денежки бегают, работают очень быстро, эффективно, скорость обращения высокая, то тогда при прочих равных денег экономике требуется меньше. Если скорость обращения будет меньше, то, соответственно, денег потребуется больше. Если в экономике развивается система электронных расчетов, при электронных расчетах деньги работают быстрее, это как раз скорость обращения повышает. Проблема с этой формулой в том, что количество сделок в экономике оценить достаточно тяжело. Попробуйте, посчитайте, сколько сделок осуществляется, допустим, в городе Москве хотя бы за один день. Поэтому эту формулу несколько модифицируют. И вместо количества сделок используют реальный ВВП страны. И логика какая? Реальный ВВП страны связан с производством товаров и услуг. Чем больше товаров и услуг у нас в течение года произведено, тем больше сделок будет по их купле-продаже. Понятно, что это неточное соответствие, но вот явно между этими величинами есть связь. И поэтому увеличивается у нас реальный ВВП, больше товаров и услуг в экономике производится, соответственно, больше денег требуется, чтобы все эти товары и услуги купить и продать. А, кстати говоря, если мы реальный ВВП умножим на уровень цен, не поделим, а умножим, то у нас получится номинальный ВВП. Так что вот это произведение можно считать номинальным ВВП. И отсюда следует следующий важный термин, так называемая монетизация экономики. Если использовать вот эту нашу формулу количественной теории денег, то получается, что монетизация экономики в соотношении денежной массы и номинального ВВП обратно пропорциональна скорости обращения. Но это правда в случае, если скорость обращения неизменно, если равенство соблюдается. На самом деле, боюсь, что равенство соблюдается не всегда. И не точно. И бывают ситуации, когда денег экономики перестает хватать. Вот посмотрите, как у нас изменялась монетизация российской экономики в 92-93 году. Последние годы существования Советского Союза у нас вовсю работал печатный станок. Денежная масса в экономике росла, а товаров и услуг больше не становилась. Соответственно, вот исходя из определения, при том же самом примерно ВВП, цены, кстати говоря, в Советском Союзе не менялись, это была плановая экономика, цены устанавливало государство, количество товаров и услуг оставалось примерно тем же самым, а денег печатали все больше и больше и больше. Монетизация экономики увеличивалась, большое количество денег охотилась за маленьким количеством товаров. Соответственно, последние годы советской экономики это годы дефицита, когда деньги есть, а товара нет, купить на них ничего нельзя. Но в 92 году ситуация резко изменилась и возник другой дефицит. Дефицит денег как средство обращения. Экономическим агентам перестало хватать денег на то, чтобы осуществлять все свои сделки. У физических лиц, допустим, у студентов, в этот момент я был студентом, возник такой странный дефицит, не платили стипендию, потому что не было денег. У юридических лиц возникли проблемы с оборотными средствами, им не хватало денег, чтобы платить зарплату работникам, им не хватало денег, чтобы платить контрагентам, допустим, за использование сырье. То есть во всей экономике денег стало не хватать. Что стали придумывать юридические лица? Если нет денег, чтобы выплатить зарплату работникам, стали выплачивать зарплату продукцией. Производят предприятие пластиковые тазики, зарплату выдают тазиками. Производят предприятие, допустим, хрустальные бокалы, выдают зарплату хрустальными бокалами. Но если предприятие производит там какую-то странную продукцию, Допустим, танки. Я даже не знаю, чем тогда зарплату выдавать. Но тогда вы думали какие-то другие способы. Допустим, дирекция предприятия могли взять печать, отпечатать множество пустых листочков бумаги и платить зарплату работникам вот этими отпечатанными листочками. А потом эти листочки можно было предъявить, допустим, заводской столовой и на них получить обед. Получается, что руководство этого предприятия вынуждено стало выпускать некие свои собственные деньги, локальные средства обращения. Появилось в то время множество других денежных суррогатов в России, какие-нибудь ценные бумаги, допустим, векселя или какие-то вообще деньгоподобные объекты, какие-то локальные деньги отдельных российских территорий. Кроме того, расцвели именно в этот момент бартерные расчеты. Если денег нет, а рассчитываться как-то надо, то предприятия начали друг с другом рассчитываться своей продукцией. Вот тут у нас как раз на сцену вышла та же самая водка, стройматериалы, легковые машины. Это были в России такие наиболее распространенные бартерные товары. Потому что рассчитываться надо, а нормальных денег экономики не хватает. Как вы понимаете, все это отнюдь не способствовало улучшению экономической ситуации. Важный деятель другой макроэкономической школы, монетаризма, Милтон Фридман, сравнивал денежную массу с маской в экономической механизме, в системе зубчатых передач. И если в нашей зубчатой передаче масла не хватает, то весь механизм начинает буксовать, плохо работать. Получается, что в российской системе зубчатых передач в начале 90-х годов исчезло масло. И система начала плохо работать. И этот пример как раз показывает, чем деньги важны для экономики. Если денег не хватает, если экономика вкатывается к бартеру, то это резко сокращает эффективность ее работы и замедляет экономическое развитие. Соответственно, российская экономика в этот момент и так переживала трансформационный спад при переходе от плановой системы к рыночной. И недостаток денег этот спад явно углубил. Редактор субтитров А.Семкин